3, 2, 1 Здравствуйте все, здравствуйте, дорогие зрители и радиослушатели Вы в эфире Радиофил ФМ Прямая трансляция, прямое вещание из Радиофил ФМ Сегодня у нас в студии акустическая эстетика И эту эстетику создает наш гость Музыкант, он же автор своих собственных песен Валерий Жолодев, прошу любить и жаловать У микрофона Артем Шагин Говорим, рассказываем и показываем нашего гостя Пой моя гитара, пой Привет, друзья, сейчас начнем петь Можно так начать наш сегодняшний эфир Но лучше пусть его начнет наш гость Валерий Своим брончанием по струнам, своими песнями и плясками Привет, друзья, да, начинаем нашу спонтанную вечеринку с утра Мой морозный свежий степуть начался в конце января Задыхаясь, воздух вдохнуть и на морозе пробовал я Шил наперекор доктора, мое тело бог уберет Как хотел бы память чуган спрятать и закрыть на замок Сибирь через лес ведет поводы Сибирь на полгода окна закрой Сибирь, где синица, там и снегирь Сибирь, мое сердце вечно с тобой Сибирь Мне хотелось жадно любить Пробовать на вкус этот мир И не видя края ходить И писать потом про Багбир После по частям собирать На дороге пазлы души Проще же всегда умирать Ну давай, вставай, дыши Сибирь Через лес ведет поводы Сибирь На полгода окна закрой Сибирь, где синица, там и снегирь Сибирь Мое сердце вечно с тобой Сибирь По тропинке вместе след в след Сибирь По любви, а не запятак Сибирь Там за жизнь боролся мой дед Сибирь Твой Иван совсем не дурак Сибирь Строил и ломал и не берег Все поставил разом на кон Душу мою сохрани, Бог Тело отпустили прикон Буду помнить вечно я вас Всех, кто мое сердце зажег Это мой суровый романс Все, что исповедать я смог Сибирь Через лес ведет поводы Сибирь На полгода окна закрой Сибирь Где синица, там и снегирь Сибирь Мое сердце вечно с тобой Сибирь По тропинке вместе след в след Сибирь По любви, а не запятак Сибирь Там за жизнь боролся мой дед Сибирь Твой Иван совсем не дурак Сибирь По тропинке вместе след в след Сибирь По любви, а не запятак Сибирь Там за жизнь боролся мой дед Сибирь Валерий Желудев В гости нашей программе Акустическая атмосфера Прозвучала песня Сибирь В исполнении Валерия Это твоя собственная песня? Да, да, моя песня И слова, и музыка, аранжировка Все твое Да, я пишу сам Все свои песни написал сам То есть слова, музыку С аранжировкой иногда Есть друзья, которые помогают Что-то придумать поинтереснее В музыке Но на данный момент Как бы играю сам Есть только один проект Штаты Где мы работаем вместе с Артуром Дауровым Геной Селиверстовым Втроем Вот, там уже мы как бы делаем все вместе А сегодня будем просто в акустику петь О проекте Штаты мы поговорим Немножечко позже Но обязательно коснемся этого проекта И вообще других проектов В которых ты принимал участие Мне интересно Следующее Вот ты пришел к нам со своими многими Сколько ты? Восемь-десять песен с собой принес сегодня Что-то попробуем спеть Попробуем их Исполнить все В рамках нашей программы Программы Диалоги с Артемом Шакиным Но Хотел бы спросить тебя О этой песне Сибирь Она называется Ты сам родом откуда? Из Сибири? Почему именно Сибирь? Да, песня Сибирь Потому что я приехал сюда В Филадельфию из Омска То есть родился я там В Омске И наверное Ну я точно знаю Что четыре поколения Моих родственников Все жили там Все из Омска Как бы коренные мечи Вот Поэтому песня про Сибирь То есть вот в Сибири я родился Потом Как началось все с музыкой То есть я Восемь лет меня отдали В музыкальную школу на фортепиано Где-то Три года я проучился там Мне это жутко не нравилось Очень сильно напрягало меня Сидеть часами В одной позе Ноги затекали Все это Я уставал сильно И мой брат в то время Пошел уже В духовой оркестр Начал учиться на кларнете И я как бы видел Что у него Как бы все это проходит Гораздо веселее Чем у меня И В 12 лет Я уже Как бы фортепиано бросил И пошел учиться на кларнете И впоследствии Закончил музыкальную школу По классу кларнета То есть 5 лет проучился А гитару Да Сначала было фортепиано Потом кларнет А гитару уже потом взял в руки Уже на пятом году обучения на кларнете Взял в руки гитару И Начал слушать рок И начал учиться сам То есть у меня там Была пара преподавателей У которых я брал Периодические уроки В основном учился сам Что случилось С фортепиано И кларнетом На фортепиано Что-то я могу сыграть сейчас Ну То есть Не те классические произведения Которые я учил В музыкальной школе А Ну Что-то я иногда К своим песням Каким-то просто Могу что-то подыграть То есть Это помогает Пальчики в жизни Да Помогает в жизни Как бы видеть гармонию И что-то придумывать Кроме музыкальной школы Какое еще образование Дальше пошел По музыкальной стезе Или Расскажи Дальше Как бы У меня родители Профессиональные музыканты Они работали В оркестре музыкального театра Омского И Затем в Омском симфоническом оркестре И Как бы Были тяжелые 90-е Я видел Что Музыка Как бы Не приносит Много денег И семью содержать Довольно тяжело Поэтому Мой старший брат Еще пошел После музыкальной школы В музыкальное училище Я уже Решил Изменить эти традиции И я пошел Учиться на Ветеринарного врача Вот То есть После После своего Музыкального образования Я пошел И выучился И стал ветеринаром То есть Зоофил Это у нас На радиофилы На радиофилы ФМ Мы прогнозируем Что скоро будет Передача Про животных И мы такое Смешное название Придумали Если Филы ФМ То там будет Зоофилы ФМ Костик там пришел Да Человек Непосредственно Лечащий врачей Некий Лечащий животных Некий доктор Айболит Да И мы откроем рублику А почему нет Если да Зоофилия Надо чтобы люди Поняли это То есть В меру Своей распущенности То есть Это будет О любви к животным О заботе О заботе Да А не о том О чем вы подумали О чем животные думают И какими проблемами живут Будем стараться Помочь И понять Животных Изнутри Так сказать В мире животных Уже название Такое есть А вот зоофилия Мне даже Очень нравится Фил ФМ Зоология Биология Все это здесь Да Это у нас Это у нас Минутка юмора Да Чтобы никто не понял Это неправильно Да Поймите правильно Мы прикалываемся Так Да Просто у меня Я бы очень хотел Да Чтобы эта моя Ветеринарная специальность Уже так скажем Отразилась Здесь в США Но пока На данный момент Я Готовлюсь к тому Чтобы сдать экзамены И подтвердить Своё образование Но пока Ещё приходится Работать на разных Более простых работах И так сказать Бороться за жизнь Тут как Как все Эмигранты О том Где ты работаешь Мы поговорим Чуточку позже Сейчас Хотелось бы Послушать Ещё одну Твою песню Что Споёшь Как называется Следующая Песня называется Детство Раз уж мы начали Вспоминать Тут всё сначала То давайте Спели про то Откуда я Теперь споём Про детство Давайте Детство Пробежало Вот большие Стали все Что-то Задрожало Изменилось В голосе Птицей Покидаю Эти Серые Края Детство Оставляя Улетаю За моря И как Маленький Мальчик Я ещё Хочу Летать 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 Если так Будет дальше Я боюсь Что мне Не встать Не встать Не встать И как Маленький Мальчик Я ещё Хочу летать Хочу летать 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 Если так Будет дальше Я боюсь Что мне Не встать Не встать Не встать Помню Был весёлый Без причины Просто так Не спешил В машине На работу Как дурак Еду И мечтаю Что ещё Смогу Летать Окна Окна Опускаю Чтобы Ветер Ощущать И как Маленький Мальчик Я ещё Хочу Летать 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 Если так Будет дальше Я боюсь Что мне Не встать Не встать И как Маленький Мальчик Я ещё Хочу Летать 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 Если так Будет дальше Я боюсь Что мне Не встать Не встать Не встать Тарарарара Тарарарара Ваптарарара Тарарарара Ваптарарара Детство пробежало, вот большие стали все Что-то задрожало и сломалось в голосе Птицей покидаю эти серые края Детство оставляя, улетаю за моря И как маленький мальчик я еще хочу летать, летать, летать Если так будет дальше, я боюсь, что мне не встать, не встать, не встать И как маленький мальчик я еще хочу летать, летать, летать Если так будет дальше, я боюсь, что мне не встать, не встать, не встать В студии Радиофил ФМ гость, гость интересный, гость самобытный Человек, который сам пишет музыку, сочиняет слова, делает аранжировки И со своими песнями, с этим букетом музыкальным Он сегодня появился в студии Радиофил ФМ Мне очень приятно об этом анонсировать И я очень рад нашей встрече С Валерием мы знакомы, ну недавно, да, скажем, год Немножко больше года Ну да, может быть, да Давно я хотел, давно приглашаю к себе на передачу Дабы рассказать о нем Ведь Валерыч у нас человек не очень известный Не очень публичный массам в целом Он живет в своем мире, он живет в своем небольшом мире Друзей, любимых людей Которые его знают Но мы хотим нашей Филадельфии донести о его творчестве И рассказать как можно больше людям А что, быть может и сольник замутишь? Застесняюсь Может быть, да И зазвездишься, может быть Если мы посредством этой передачи найдем единомышленников И, может быть, будем играть какую-то музыку вместе То почему бы и нет Хотелось бы играть и выступать А с какими-то... Ты вот один сам по себе или ты сотрудничаешь? Вот ты рассказал о сотрудничестве группа штата Что это за группа? Давай о ней Окей, давайте по порядку Давайте по порядку С кем? В Омске я играл, у нас называлась группа инсилико То есть это по латыни означает, что эксперимент через компьютер То есть есть ин виво, ин витро и инсилико Ин виво это эксперимент в живом организме Ин витро в пробирке Инсилико это в компьютере То есть от слова силицию Вот она физиология, анатомия Вот она уже... Да, была группа инсилико Вот в Омске мы играли замечательно Потом я приехал в Филадельфию И решил, значит, эмигрировать в США И здесь первое время, естественно, было не до музыки Но потом что-то все равно я начал играть, писать Потому что душа, она берет свое в любом случае Независимо от работы, от констракшенов и прочих работ Поэтому со временем здесь я нашел единомышленников Мы сейчас создали... Мы не назовем это, может быть, группой Назовем это проект То есть некоторая наша коллаборация из трех музыкантов Артур Дауров, который пишет музыку на компьютере Делает электронную музыку Имеет студию звукозаписи Записывает молодых ребят Гена Селиверстов У него была группа Rejoice в Москве Он тоже приехал сюда Тоже ищет вариантов реализоваться здесь И вот мы втроем собрались И, значит, записали пока что Пока что всего одну песню Но сделали на нее клип И если что, там Артем выложит ссылки потом на эту композицию И работаем сейчас над второй композицией Так как все знают, в Америке приходится основное внимание уделять работе То дело движется, конечно, не быстро Но скоро что-то будет То есть я правильно понимаю, что музыка Это в свободное от работы время Ты приехал в Америку, как ты сказал, 6 лет назад Окунулся сразу в эту суматоху зарабатывания денег Да, вот все тяготы и лишения Выживания иммигранта в Соединенных Штатах Америка Понимание вообще, что происходит Как вообще твои первые ощущения после приезда в Америку? Сначала я увидел, что все очень круто Большие хорошие дороги Много полиции, красивые все эти пожарные, полицейские, скорые машины Ты на это обращал внимание? Сначала, да, это когда я ехал с аэропорта из Нью-Йорка То есть меня сначала шокировало это Потом меня шокировала более-менее чистота Ну я не говорю сейчас, да, про даунтауны Там Нью-Йорка, Филадельфии Там, конечно, грязно тоже И про гетто возле даунтауна, который сейчас расчищают Потом, когда я приехал в Норд-Ист Это были странные ощущения То есть я представлял Америку все-таки, наверное, там небоскребы Там и все такое А здесь как бы такой райончик Но впечатления в основном все равно хорошие были То есть я был приятно удивлен, что здесь живет много русскоязычных людей Понятно, всякое бывает Но тем не менее я встретил много друзей И много людей, которые мне как бы помогли здесь Причем они не русские, наверное, да? Всякие, разные Большинство, вот отметим так Большинство моих знакомых сейчас Это люди с Украины, которые приехали То есть у меня очень много друзей с Украины Поэтому мы тут касаться политики не будем Главное, чтобы человек был хороший Нет, наша радио абсолютно не политическая Тем более передача Мы не говорим о политике Но мы за объединение Вот лично я и добрый посыл Все, кто работает на радио Фил ФМ Если ты будешь слушать и смотреть наши эфиры Их можно легко смотреть и слушать через интернет Причем у нас есть группа Радио Фил ФМ в Фейсбуке В Ютубе В Инстаграме Платформы задействованы все Есть приложение, которое можно скачать Такая вот минутка саморекламы Приложение, которое можно скачать В Google Play Market И iOS для Apple пользователей Заходите туда Абсолютно бесплатно качаете наше приложение И радио Фил ФМ с вами всегда и везде Вот так выглядит это приложение Очень легко, доступно, беспроблемно Слушайте в машине На любой, в любой точке планеты Ну смотрите, естественно Вот я включил свою камеру Сейчас трансляция ведется в Фейсбуке На страничке радио Фил ФМ И задействуем еще дополнительные камеры Так вот, о чем я? О чем я говорил? О дружбе народов Да, наше радио Мы рады сотрудничать со всеми национальностями Мы выходцы, беженцы, так сказать Ну я не знаю, мы не бежали с аулами Но мы сюда рвались за какой-то красивой новой жизнью Мы сюда все приехали в надежде Что здесь будет круче, лучше Пустить корни Я лично сам пустил здесь корни Я уже в 16 лет в Америке Я 6 лет, 6 лет уже тоже корни уже прорастают И точно так же был шокирован Для меня приезд в Америку был переворот с ног на голову Потому что здесь все не так И привыкнуть я первые 5 лет только привыкал И пытался внедрить, впитать в себя эту культуру Понять американцы, выучить английский язык Потом мне стало легче Но не обо мне сегодня передача А о нашем гости Гости интересном Гости самобытном И талантливом, безусловно Валерий Желудев Как творческие тебя называют Как можно узнать тебя Есть творческий псевдоним Просто очень много было проектов То есть можно найти группу Штаты Можно найти группу Инсилико Которая была в Омске Можно набрать Валерыч Там несколько песен есть в Ютубе Выложенных под таким именем Еще был инструментальный проект Я просто писал музыку на компьютере Волсон назывался Вэл Волсон Мне нравится Валерыч Можно я дальше буду тебя называть Как я привык Мы когда с тобой познакомились Ты сказал привет, я Валерыч Простой парень из Омска Хорошо, так мы тебя и зафиксируем В моем телефоне Валерыч Хотел добавить еще Про дружбу народов Недавно пересматривал интервью Разных музыкантов И хочу процитировать Лидера группы Ляпи Струбецкой Сергея Михалка Беларусь Из Беларуси Он сказал такую фразу Что я гражданин мира Я везде друг и нигде хозяин Прекрасно Вот на этой позитивной нотке Мы слушаем следующее твое произведение Которое называется Кто я такой Когда-то я еще играл Вот еще добавим Когда-то я еще играл в панк-группе Борьба за Это тоже было в Омске И после этого Что-то такая Ностальгия по поп-панк-року Это вот такая композиция Будет в таком стиле Как бы поп-панк Был такой период Так что чуть-чуть взбодримся Поехали Рисовал портрет в альбоме Но не знал, кто я такой Хорошо учился в школе Но не знал, кто я такой Я играл на фарте пьяно Но не знал, кто я такой Приходил под утро пьяный Или вечером бухой Кто я такой? Ты знаешь, кто я такой? Кто я такой? Разносил в дома газеты Но не знал, кто я такой Слушал рок я на кассетах Но не знал, кто я такой Рвал струну я на гитаре Но не знал, кто я такой Просыпался утром в баре Или вечером бухой Кто я такой? Ты знаешь, кто я такой? Кто я такой? Кто я такой? Кто я такой? Это автобиографическая песня, да? Ну да, такая Гость нашей студии Валерий Желудев Автобиографическая песня А можно У меня есть музыкальный вкус И некоторые люди Меня критикуют За то, что я В каждой песне Слышу кусочки Какой-то песни Которые мне напоминают Это не разоблачение Но все-таки Я услышал там Цоевские ходы А можешь наиграть? Давай, давай Я тебя сейчас напою Давай, Валерыч Давай Будем разоблачать тебя Давайте, да Потому что в музыке нот всего Семь? Двенадцать Неправильно А, двенадцать С диезами Ух ты какой Да, в музыке нот всего двенадцать Да, но ты диезы бемоли используешь Да, да, да Они равноценные Вот на фортепиано мы видим Главные клавиши белые И как будто не главные черные А на гитаре все равны Понял А ну давай вот этими Ша, бу, дубу, да По белым и черным Давай А теперь смотри, что я услышу Так, Артем будет спеть И... Шел по улице со мной И увидел вот этих ребят Кто ваша мама, ребята Спросил у ребят солдат Мама, анархия Папа, стакан квартвейна Ну вот, да, что-то Разоблачили меня, в общем, в этой песне Похоже, скажите Я думаю, что... Похоже, похоже Ну... Я сам соглашаюсь В связи с этим вопрос Кто влияет на твои музыкальные вкусы Какие у тебя пристрастия Какие группы ты любишь Можно российские, можно зарубежные Вот вообще пытаюсь понять Какого музыку ты слушаешь Что тебе нравится Попса, акустика, классика, джаз, рок, что? Нравится еще с детства понятно, что джаз И классика Как бы, да, я был маленький И родители мои были музыкантами Как бы, я... Каждую раз в неделю Мы ходили на симфонический оркестр И, наверное, раз в месяц На театральные спектакли То есть, с классикой я знаком Джаз я люблю, потому что Отец на пластинках слушал всегда Луи Рамстронга и прочее Вот А так я начал, как бы Свой такой меломанский путь Наверное, все-таки с рока Это были гитарная музыка какая-то Сначала там Гэри Мур Квин Что-то такое Потом группы потяжелее стали Если Из русского рока Раз мы затронули Цоя То Ну, конечно, группа кино повлияла Но, наверное, топовой Самой главной группой Всего русского рока За всю его историю Для меня явилась группа Агата Кристи То есть, Агата Кристи Это Моя любимая Да, моя любимая группа Я на тебе Как на войне Там у них много есть непопулярных Но очень хороших Глубоких творений Ну, отлично Хорошо Агата Кристи А сейчас, я не знаю То есть, сейчас я меньше слушаю музыки Реально Потому что Не знаю Наверное, хочется чуть-чуть тишины Чтобы придумать уже что-то свое И чтобы Вот такие люди, как Артем Не увлечали меня Потому что это похоже Похоже на что-то Если что-то слушаешь Если что-то слушаешь Оно становится на что-то похоже То есть, я стал меньше слушать музыки Пытаюсь что-то посмотреть Какие новые веяния есть То есть, рэпом чуть-чуть увлекся Ну, простите меня Простите Услышал я аккорды Цоя Я сам громадный Я Цоя слушаю лет, наверное С 13 И вырос на его музыке У меня Все альбомы его Сначала начинал на бобине У меня отец был очень меломан Сильный И он Я думаю, что благодаря ему Я привил Он привил ко мне Причем он слушал все И Rolling Stones И Цоя И Битлов Естественно, его любимая группа была И у меня в семье У меня дома Постоянно пластинки У него огромная коллекция пластинок До сих пор Сохранилось все это Поэтому Цоя я знаю от и до У меня все его альбомы Я его слушал Я его знаю наизусть Могу цитировать Ну, вот услышал Ты сказал, что ты Тишину просишь сейчас Вот в связи с этим Следующий вопрос Как у тебя Происходит Вот это вот совокупление С музой С музой Как происходит процесс Как ты придумываешь Как слова к тебе приходят Как ты музыку берешь Что ты сочиняешь вначале Сначала слова Потом музыку Или вот как-то Одинаково Оно к тебе приходит И где происходит Этот процесс Ну, вот вопрос Вопрос интересный На самом деле Да То есть Бывает по-разному Бывает, что я просто сижу И могу писать стихи То есть Просто сижу И напишу какие-то стихи В телефоне И, например, на данный момент Лежит какое-то количество стихов Где-то там В блокнотах И потом В какое-то время Я какую-то придумываю музыку И начинаю смотреть эти стихи И подбирать Какой стих может лечь На эту музыку То есть по-разному Бывает так, что Прямо может прийти Какая-то песня То есть я прямо могу Ехать в машине И вдруг там Начать что-то напевать И просто какую-то мелодию Например, на диктофон На телефоне записать ее И потом уже дома В спокойной обстановке Придумывать на нее текст То есть По-разному бывает И очень сложно сказать То есть Что может на это повлиять Жизненные какие-то факторы влияют Ситуация пережитая Разрыв Ну да, бывает Ведь артисты Очень ранимые люди Знаю по себе И люди настроения И бывает Где-то что-то произошло Посмотри Сколько стихов И песен написано Слезных О разрывах отношений Очень Намного меньше Песен О позитиве И о каких-то Добрых Приятных чувствах Когда влюбляешься Когда находишь друга В основном Все Вот это вот Слезно-сопливные С кем-то поссорился Кого-то потерял Где-то заброшено один Вот У тебя Как это происходит Влияет Я считаю То есть Если человек пишет Только песни Под впечатлением От отношений Я считаю Это не очень правильно И не очень хорошо А как То есть Например Как здесь знаменитая Все знают Все там Что каждый пишет В 19 лет То есть Есть такой период У людей Когда каждый пишет То есть Когда есть разрывы Какие-то новые отношения Разрывы Я слушал в 19 лет То есть У меня был такой период Когда я писал Из-за какой-то Несчастной любви Или из чего-то То есть Есть старые песни Которые там Мы их там Запечатлим Они есть И все То есть О каких-то отношениях Которые были там В 20 лет Там 19 25 Не знаю Вот То есть А глобально Человек Я считаю Должен писать Не только песни Под впечатлением От отношений Но еще Показывать Свою точку зрения Вообще На жизнь На какую-то философию И на разные проблемы В жизни В том числе Бывает много там И политических И всяких разных И То есть Много есть исполнителей Которых я слушаю Которые там С политической тематикой Еще с какой-то То есть Такие Старые группы Кстати из Омска Да Как Гражданская оборона Егор Летов Это Омская группа Гражданская оборона Да Егор Летов из Омска Это открытие для меня И жил Серьезно К сожалению Умер от сердечного приступа Ему немного было лет Что-то 50 Около 50 Он умер Вот эта информация Для меня новая Ну раз мы подошли К этой теме Тогда такой вопрос Ты следишь За многими группами Ты наверняка Не только ты Все мы наблюдаем Как по одному Вот в этом году Смотри Буквально за 2-3 месяца Сколько смертей Известных людей Децл Ушел Продиджи Посмотри сколько Кобзон Ушел Люди творческие Безусловно Люди яркие Люди Поющие Понимающие Вот как ты считаешь От чего они уходят Наркота Или их образ жизни Нездоровый Нездоровое питание Алкоголь Есть какая-то Есть два взгляда Есть один такой взгляд Что люди говорят Что вот Вот это ваша музыка Вот до чего она доводит Вот люди Все алкоголики Наркоманы Все они умирают В раннем возрасте Да То есть Есть У меня целая книга Есть дома Про знаменитостей Которые ушли рано То есть там начнем Там вообще Из давних времен И потом там возьмем Курта Кобейна И всех остальных Вот в прошлом году Я был шокирован Когда Крис Корнелл Покончил С жизнью До этого Вокалист Линкен Парк И то есть То есть много Но У меня есть такая Море Да Море людей Которые умерли Вроде бы там Кто-то самоубийством Покончил Кто-то От сердечного приступа Но на деле От препаратов То есть У меня есть Не будем так То есть мы не знаем Их жизнь Доподлинно И может быть Никогда не узнаем Но есть Такой взгляд На это Что Люди Музыканты Которые пишут стихи Которые Поют песни Они встречаются С большой аудиторией Они хотят Что-то людям Донести И Происходит Такой момент Когда они Понимают Что они Своим творчеством Не могут Изменить этот мир К лучшему Потому что Ну есть такое понятие Да Что миром управляет Определенный Круг богатых людей Которые устанавливают Здесь президентов Законы Там границы Ну к примеру Да Я там не сильно вдавался В изучение Фамилии имена Не будем называть Но есть такое То есть Музыканты Они переживают Пропускают Все проблемы Через себя И они пытаются Изменить этот мир К лучшему И в один момент Они понимают Что от их музыки Несмотря на то Что они собирают Стадионы Там огромные От этого Ничего к лучшему Не изменится И мне кажется Большая доля Тут именно Не наркоты А вот этого Неприятия мира Понимания Что ничего к лучшему Нельзя изменить И также Такой взгляд Что например Если человек покончил С жизнью самоубийством То сразу все От него отворачиваются Что это главный Смертный грех Который в любой религии Неприемлем На это есть такая Точка зрения Если мы возьмем Древний мир На примере Какого-то там Например феодала У которого были То есть есть феодалы Которые рождаются Из поколения в поколение У богатых Рождаются богатые дети И так далее А есть бедняки То есть были Рабы Которые из своего рабства Не могут вылезти Поэтому в какое-то время Очень умные люди Взяли и придумали Различные религии И поставили в этих религиях Главным грехом Самоубийство То есть в итоге Феодалы получили Рабов Которые работают тяжело Уже хотели бы Уйти из этой жизни От такого тяжкого труда Но они знают Что главный грех Самоубийство И они не могут Покинуть этот мир Поэтому Вот мне кажется Тоже многие люди Поняли всю эту структуру Нашего современного мира И поэтому То есть они поняли Что может быть Это не является Самым большим грехом Но это их дверь Это их выход Из сложившейся ситуации Из этого общества Поэтому я бы их не судил Строго так Понятно Долгая философия Понятная твоя точка зрения Действительно Безусловно Философская точка зрения Я ее частично поддерживаю Ты верующий? И при этом всем я верующий Ты верующий? При этой точке зрения Да, я верю в Бога Я считаю, что Бог Мне во многом помогает Ну интересно Мы с вами Вот смотри Ты понимаешь это Я понимаю, что религия Это некий инструмент управления массами Когда государство не может влиять на людей Тогда есть религия В принципе Она всегда идет вместе Под государством В принципе контролируется государством Но вроде бы как Самобытное Вроде бы как само по себе На самом деле Все под контролем Или одних Или других Понимаю это я Понимаешь это ты И мы при этом не собираемся Осуждать Осуждать Или заканчивать свою жизнь самоубийством Мы наоборот Вперед Только вперед Вперед Жизнь она уникальна Она единственная И надо ее прожить интересно Это самое большое счастье Которое у нас есть Давай следующую песню Подкрепим наши слова О том, что мы Любим жизнь И о том, что мы Наслаждаемся ей В полном объеме Следующая песня Как называется? Так, следующая песня Следующая песня Вот в нашем списке У нее есть отдельная история Песня Гардеробщик То есть был период такой Когда я играл в группе Инсилико Мы с нашим бас-гитаристом Иваном Тихоновым Любили ходить В один маленький ресторанчик По выходным И там играли живые группы Нам нравилось слушать их И там всегда было Битком народа Это было Джаз-кафе Пати-пьяно Такое в Омске Вот И там был такой парень Он всегда Как бы Он рассаживал людей Открывал гардероб Развешивал одежду И такая была фишка Что если ты приходишь Если тебя гардеробщик Этот одетый культурно В пиджачке встречает Если он тебе не говорит Что мест нет То значит он Ну как бы Если он берет твою одежду Значит он тебя куда-то посадит Обычно мест не было И он нас подсаживал уже К каким-то столикам Где-то Вот И меня это впечатлило И про этого гардеробщика Я как бы написал песню Я потом его кстати Хотел найти в Омске И подарить ему Показать это творение Что это про него И однажды Я его видел Этого парня То есть уже Это кафе закрылось Кафе уже этого не существовало Я не знаю К сожалению Как его зовут Может если он смотрит Он поймет Вот что Он там был единственный Гардеробщик Как бы другого не было За всю историю кафе Пати пьяна Да Я однажды его видел Мне кажется Я его заметил Там один был медицинский центр И он там работал Может быть фельдшером Или что-то такое То есть В начальном Медицинском персонале То есть я его там видел Но к сожалению Не остановился Чтобы сказать ему Про эту песню Как его зовут Не помнишь Я к сожалению Не помню А не знаю Гардеробщик из Омска Песня про гардеробщик Пати пьяна Называется Называется Пати пья Прикольное название Если ты нас смотришь Обязательно Свяжись Напиши Здесь Мне Или Или Валер Или мне Да Мы там дадим ссылки Потом Где нас найти Да Все ссылки Обязательно Будут задействованы Слушаем песню Гардеробщик в пиджаке Когда нет свободных мест Твоя ночь в его руке Может там А может здесь Сидеть за столиками С алкоголиками Меломанами Наркоманами Просто скучными Благополучными Дым едается Тебе так нравится Сидеть за столиками С алкоголиками Меломанами Наркоманами Просто скучными Благополучными Дым едается Тебе так нравится Пригласи их потанцевать Может это твой момент До утра потом не спать Предлагаю Ангажмей Сидеть за столиками С алкоголиками Меломанами Наркоманами Просто скучными Благополучными Дым едается Тебе так нравится Сидеть за столиками С алкоголиками Меломанами Наркоманами Просто скучными Благополучными Дым едается Тебе так нравится А мне Напомню, что вы находитесь в студии Радиофил ФМ Это интернет-радио, вещающее из самого сердца Филадельфии Мы вещаем на русском языке Для всех людей, кто слушает, говорит, понимает русский язык В гостях у нас сегодня очень интересный и безусловно талантливый человек Валерий Желудев, он же Валерыч Человек, который пишет, сам сочиняет слова, музыку Делает аранжировки И вот с этим букетом, музыкальным букетом он появился у нас в гостях После долгих моих приглашений Да, наконец-то мы собрались, очень рад всех видеть Вот такая акустическая атмосфера царит в студии Радиофилы ФМ Валерыч, ты поднимаешь очень серьезные темы в своих песнях Тексты непростые и, может быть, не сразу понятны на слух Человеку, который первый раз тебя слышит Серьезные тексты Может быть, со стороны не слышал себя Не могу, к сожалению Стоит себя записать и послушать Со стороны, о чем ты вообще вещаешь Вообще, как ты считаешь, музыкант, он способен влиять на умы слушателя своего? Вот мы сказали, государство влияет, религия влияет А музыканты могут ли быть некими мессенджерами, передавать этот месседж своей аудитории? И могут ли музыканты продаваться политическим людям, дабы через них... Вот я смотрю в Дудя, кто-то говорил, что в Дуде это инструмент КГБ и что через Дудя идет управление молодежью России Как ты считаешь? Может быть, потому что пролезть на телеэкран, я думаю, достаточно тяжело То есть там кто-то же должен это одобрить Ну, он, конечно, не пролез на телеэкран, он пошел на YouTube Он сначала был на телеэкране Ваше государство, я имею в виду российское, не такое глупое, чтобы вещать только через телевизор Они понимают, что телевизор остался у нас для пенсионеров Поэтому не исключено, что они осваивают YouTube тоже через таких серьезных блогеров, журналистов То есть, возможно, но мне нравится смотреть Дудя Я не могу сказать чего-то отрицательного Многие говорят, что вопросы про Путина постоянно у него Говорят, что, видимо, с одобрения Путина он все это делает Я бы не сказал, он поднимает такие темы, довольно-таки интересные И ставит своего собеседника в тупиковую порой ситуацию Когда приходится выбирать При этом собеседники, как правило, многие из его собеседников из аппарата российского президента И они пытаются варьировать, да, чтобы перед ним не оплошать Но в то же время перед публикой своей не ложенуться и не сказать Вот возьмем пример этого Киселева, да Давай не будем о политике, давай не будем о них, давай будем о тебе В его передаче, то есть, я не согласен только с одним То есть, я нормально смотрю то, что это с матами Но я за то, чтобы все-таки продвигать искусство с чистым языком, без матов Мы общаемся без матов, мы культурмультурное радио, радиофил ФМ На интернет-платформе мы также понимаем, что ФМ-волны и телевидение, как сказал Валерыч Для людей золотого возраста И это нормально, но нормально тот же тот факт, что интернет никто не отменял Он процветает и Ютуб, и Фейсбук, и платформы всякие Инстаграм, что там у нас же, ну я уже про одноклассники ВКонтакте, российские Уже чуть устаревают Устаревают, да, это тоже уже скоро к пенсионерам отойдет Отошло уже А мы радиофил ФМ интернет-проект И я горжусь тем, что этот интернет-проект подтягивает и смотрят и слушают массы Массы, массы, это я сейчас на свою камеру работаю Массы наших слушателей и зрителей, и я вас приветствую всех Правильно делайте, потому что будущее за интернетом, будущее за телевидением И мы это всяким образом развиваем Еще Артем начал, а я не ответил на тот вопрос, что на музыкантах лежит, конечно, огромная ответственность Особенно на популярных за влияние Многие музыканты говорят о том, что вот я такой, я так создан, я так воспитывался Поэтому я пою такие песни, и я не виноват, что кто-то там это слушает и поканчивает с жизнью самоубийством Вот, то есть это в любом случае нехорошо И надо все-таки думать о том, что ты несешь, как бы людям Валерыч думает Не то, что грубо, что ты несешь, а думать о том, что ты несешь в массы Хорошо, давай на позитив перейдем Да Как я сказал, твои песни довольно-таки серьезные Тексты у твоих сочинений непростые Там разные есть, есть веселые Ты серьезный по жизни человек Да, да, больше То есть ты серьезно задумываешься о жизни, о своей собственной жизни, о проблемах в обществе А юмор ты любишь? Да, юмор я очень люблю Я очень жалею, что когда я учился в институте, я почему-то Ну не почему-то, я на первое место поставил учебу, и я не участвовал в КВН У меня есть друзья, КВНщики Мне очень нравилось всегда юмор То есть я, когда слышу какую-то музыку, у меня даже жена ругает постоянно за это То есть когда я слышу песни, я постоянно их переделываю на юмористический лад Очень часто Какие передачи юмористические ты смотришь? Что тебе нравится? Передачи? Ну, проекты, не передачи Ну все-таки их не будем так пиарить, да, но Comedy Club я посматриваю, да, иногда Посматриваешь? Посматриваю, не то, что я там фанат, но посматриваю Comedy Club и еще из юмористических Что-то так на вскидку не знаю Аншлаг, Аншлаг, Петросян Нет, это уже давно прошло Я шучу Я не знаю, какие-то в ютубе множество, да, разных блогеров, там каких-то много юмористических разных Я много что смотрю, но что-то пришло на ум только самое популярное Это Comedy Club Да, но я тоже большой любитель юмора, как вы понимаете Смотрю, стараюсь по возможности смотреть много И 95-й квартал смотрел, ну, как-то там юмор уже такой однообразный Уже немножко изрядно поднадоел Тот же Дизель-шоу, который, кстати, в Филадельфию приезжает к нам с концертом 26 марта Я на него обязательно пойду Тоже нравятся шутки Ну, Comedy Club все-таки the winner Они выигрывают, они модные, они стильные, они прикольные Да, не нравятся порой, когда идет крепкое словцо Но иногда в шутках, вот без него никак Да Оно вот четко отображает То есть оно вроде такое, как бы, Comedy Club это попса Но они собирают там людей Они реально высмеивают многие там вещи Более-менее культурно высмеивают еще, как бы Большинские без масок Давай песню, что еще? Да, мне нравится Песня У нас разговор веселый, давайте, а песня серьезная То есть Артем спрашивал, под каким впечатлением может быть вдохновение Вот эта песня, как бы, под впечатлением от произведения «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзуперин То есть песня по книге Я в книге прочитал свою судьбу Я радовался, думал, понимаю Тебя счастливой сделать я смогу, смогу, смогу Раз увлечения твоим я знаю Подумаешь, так тяжело читать И невеселым веет настроением Зато смогу, 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 смогу я разгадать Где между строк твой расцветает гений Но все кончается Нам с тобой так нравится Что хорошо кончается И Бог нам улыбается Но все кончается Ты знаешь, все кончается И ходит лис, качается Твоя земля вращается Ходит лис, качается Твоя земля Не отвечая Приручаем скот Не отвечая Забираем душу И вот уже встречая Новый, новый, новый год Из тех, кого любил Готовим к ужин Не думай о Бермудах с высока Наступит время Все поймешь, наверное Была мне геометрия Близка, близка, близка Теперь мне до сожжения Мгновение Была мне геометрия Близка, близка, близка Теперь мне до сожжения Мгновение Ведь все кончается Нам с тобой так нравится Что хорошо кончается И Бог нам улыбается Но все кончается Ты знаешь, все кончается И ходит лис, качается Твоя земля вращается И ходит лис, качается Твоя земля Моя земля Я в книге прочитал свою судьбу Я радовался, думал пониманию Но все, прощай, прощай, прощай Я больше не приду Мне командир другое дал задание Но все, прощай, прощай, прощай Я больше не приду Мне командир другое дал задание Ведь все кончается Нам с тобой так нравится Что хорошо кончается И Бог нам улыбается Но все кончается Ты знаешь, все кончается Ходит лис, качается Твоя земля вращается И ходит лис, качается Твоя земля Моя земля Спасибо Валерыч, он же Валерий Желудев Сегодня в гостях Радио Филы FM Валерыч, нас смотрят люди На Фейсбуке У меня там где-то трансляция Привет, друзья, все, кто смотрит Вот хотел спросить тебя Привет никому не хочешь передать? Ведь мы же не только в Америке Мы по всему миру Смотрят тебя и знают многие Твои же любимые, любящие тебя люди Да, вчера был международный женский день Поэтому в первую очередь Хочу передать привет моей жене Алине И хочу передать привет в Омск Конечно же маме Маме привет, как зовут маму? Маму зовут Мелитина Антоновна Поздравляем вас С прошедшим 8 марта Дай бог всем здоровья Главное, чтобы было здоровье Чтобы была любовь Чтобы был мир в семье Чтобы люди, мужчины Носили вас на руках И не только 8 марта А дарили и радовали Своими улыбками, цветами Подарками Круглый год Потому что мы не будем выделять Вообще у меня по поводу 8 марта С годами, как я начал читать И узнавать об этом празднике Меняется Подход к этому празднику Где-то я согласен, где-то нет Там про этих двух Прекрасных женщин из Германии Но не будем о нем Все-таки Не их мы поздравляем А мы поздравляем Женщин Прекрасных женщин Прекрасную половину человечества Без них, без вас, дорогие наши Мы никто и ничто Поэтому мы вас любим Дай вам Бог здоровья Счастья, любви И пускай мужики вас холят И лелеют круглый год Мы же продолжаем наш эфир Мы так вот медленно Но подходим к концу Пока мы не заканчиваем У нас еще есть время Чуть-чуть есть времени Нас смотрят на фейсбуке Наши дорогие Наши дорогие зрители и слушатели Лайв на фейсбуке в группе ведется Телефон есть Может быть кто-то хочет задать вопрос У кого есть вопросы Звоните Да нет, не спят После восьмого, после пятницы Время, второй час дня Мы вещаем из самого сердца Филадельфии Звоните Телефон в эфире 267-564-5152 Задавайте вопросы Мы с радостью поговорим с вами Я думаю, Валера очень против Задавайте вопросы в прямом эфире В виде комментариев Тоже приветствуется Ну а пока мы ждем вопросы От наших зрителей Да, что-то споем еще Давай-ка я тебя спрошу Хорошо Или ты хочешь спеть Что там у нас с песнями А что-то придумаем сейчас Хорошо, если песни заканчиваются Ну мы в принципе тоже подходим К своему логическому На такой вопрос Ты сказал про аудиторию Как-то затронул аудиторию музыканта Какая у тебя была самая большая аудитория В прошлой группе В группе с ребятами из Омска Или может быть здесь ты собирал Ну я не знаю, честно говоря Сколько человек было То есть когда мы выступали группой Инсилико Мы сотрудничали с байкерским клубом Омским Вот И мы выступали на их Как бы на открытиях Байкерского сезона И на закрытиях сезона То есть это были Концерты под открытым небом На разных базах отдыха И то есть я не знаю Сколько там было человек Но были Были выступления Где-то 20, 30, 50 Какие? Междуусопчики, да? Не, ну человек 200 было 200 Ну я желаю тебе Чтоб такие же аудитории Ты собирал и здесь В Америке И быть может Мы Сделаем сольник Когда-нибудь О твоих творческих планах Мы поговорим Вот сразу после следующей песни Окей Как называется Песня Она у нас есть Она здесь в другом виде Чем в группе Штаты Мы ее играем То есть я ее сыграю Сейчас в том виде В котором она написалась Изначально В акустическом варианте Песня там называется Друг мой Здесь она называется У меня ведомо Песня посвящена Кстати Так скажем Да, песня посвящена Можно сказать Конкретным Моим друзьям Это Владимиру Григорьеву Вове Моему другу Владимир Григорьев Да Вовчик Привет И конечно же Александр Панченко Тоже Упомянут там Косвенно В этой песне То есть это Было время Когда я приехал в Америку И здесь было тяжело подниматься Но вот это друзья Которые меня поддерживали С которыми мы Проводили Как бы большинство Свободного времени И об этом времени И о друзьях Эта песня А где они сейчас? Здесь они Здесь Здесь Они американские друзья Они с Украины Украинцы Да С которыми мы поддерживаем отношения Виделись последний раз Вчера Вон оно что Ну в акустическом варианте Мы сейчас ее отслушаем Раз мы заговорили о Геннадии Который нас смотрит И слушает Группа штаты Гена Селиверсов Артур Дауров И ты Вы ее исполнили В неком другом Более электронном варианте Сделали электронный вариант И сделали речитатив В куплетах То есть сделали из нее Рэп чуть-чуть Я слышал этот Электронный вариант Мне он безумно нравится Более того Я присутствовал На ваших репетициях И в те моменты Когда вы Производили запись Каждой своей партии Я тоже был Все это видел Видео Снимали Кто снимал видео Видео Алексей Александров Пожалуйста Наш видеооператор Который у нас ведет съемку Сегодня Алексей привет Видео у нас будет Обязательно Человек Наш оператор Который сейчас Снимает нас И контролирует Всю эту аппаратуру Эту амуницию За вашими Человек за кадром Кадрами Да Вы этого не видите Но мы видим его И благодарим Алексея Напомню еще раз Фамилия Имя Отчество Алексей Александров Прошу любить и жаловать Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Я смертельной опасности Ты со мной не из жалости Измени мои слабости Только Богу и другу ведомо Улетая из дама дедова Будет ждать меня, что где-то там Сколько сброшу из сердца я килограмм Только Богу и другу ведомо Сколько мне привычками вредными Наполнять свои вены бедные Как найти свое счастье заветное Друг мой Я опять синий на плоскости И летят дорожные конусы Космонавт привык к невесомости Бог мой Я нарушил все обещания Помоги не впадать в отчаяние Не хочу умереть случайно я Только Богу и другу ведомо Улетая из дама дедова Будет ждать меня, что где-то там Сколько сброшу из сердца я килограмм Только Богу и другу ведомо Сколько мне привычками вредными Наполнять свои вены бедные Как найти свое счастье заветное Друг мой Плей нажали, но нет реверса Я не справлюсь уже, наверное, сам А у кого-то сейчас уже весна Бог мой Только ты знаешь ответы все Но ответишь не сразу и не всем Я уже на твоей взлетной полосе Только Богу и другу ведомо Улетая из дама дедова Будет ждать меня, что где-то там Сколько сброшу из сердца я килограмм Только Богу и другу ведомо Сколько мне привычками вредными Наполнять свои вены бедные Как найти свое счастье заветное Только Богу и другу ведомо Только Богу и другу ведомо Только Богу и другу ведомо Улетая из дама дедова Будет ждать меня, что где-то там Сколько сброшу из сердца я килограмм Только Богу и другу ведомо Сколько мне привычками вредными Наполнять свои вены бедные Как найти свое счастье заветное Автор собственных песен Валерич Валерий Жолодев Прошу любить и жаловать на радиостудии В нашем прямом эфире Из Филадельфии Филы FM Валерич, такой вопрос Какие творческие планы на будущее О чем мечтаешь Что бы хотел, чтобы осуществилось После этого Блиц-опрос Хотел бы, хотел бы заниматься музыкой Больше, какой-то творческой работой Заниматься больше Хотел бы, чтобы мы продолжали Более продуктивное сотрудничество С нашей командой Штаты С нашим проектом, с моими друзьями Симбиоз очень хороший получился И вы, ребята, прете, прете Мне очень нравится Я услышал одну песню Я услышал заготовку второй песни Которую ты написал Я не знаю, ты ее, по-моему, сегодня не включил Нет, сегодня она будет Будет Но она будет Как называется, можно сказать Песня называется «Если» Классная вещь Я жду с нетерпением релиза Когда же она уже будет отмонтирована Что еще? То есть, во-первых, хотелось бы Больше выступлений где-то Будем с Артемом встречаться Петь на радио Обязательно, однозначно Потом хотелось бы, чтобы наш проект Штаты Из просто электронного, скажем так И проекта, где мы приходим и записываем песни Превратился все-таки, может быть, в живую группу Где мы сможем выступить Даже по нашим каким-то местным клубам Ресторанам, барам На площадке ресторана Golden Gates Почему и нет? Вполне реально, мне кажется Вот сейчас Земфира Трибьют Приезжают ребята из Канады И устраивают Земфира Трибьют Песни Земфиры Будут исполняться джаз-бендом Ребятами из Канады Почему бы Нашим локал ребятам Вот так вот Группа Штаты Ты, Артур И Геннадий Точно так же На площадке Golden Gates Можно собраться И бам-бамнуть Да, так что вот Хотим, чтобы это Чтобы можно было заниматься Музыкой больше Чтобы Может быть Основной работой Стала какая-то более Творческая деятельность Потому что Ну, я сейчас работаю Трак-драйвером Если кто-то не знает Никто не знает Я не спрашивал Работаю трак-драйвером То есть Времени подумать Написать песни Поразмыслить Пока едешь Времени достаточно Но Это не работа мечты Дальше будем развиваться Передаем привет Всем трак-драйверам Всем ребятам Кто держится за баранку Всем, кто меня знает Всем, кто не знает Буду писать песни Может быть Что-то появится Про дальнобойщиков Ребята Вы делаете Очень Нужную работу Потому что Если вы вовремя Не доставите в груз Наши любимые магазины Неважно какие Русские Американские То все Хана Что мы будем кушать Какую еду Что мы будем пить Я имею в виду Ну, воду я пью Фильтрованную Из дома Но Кока-кола Чмока-кола Это все Ничего Я не Если в надкости Пропадет колбаса Что мы будем делать Да А вы не приехали Вовремя И все Ну, весна Настроение Веснее Прекрасное Мы с тобой Сегодня ехали В эфир И по телефону Общались Звонит Валерыч И говорит Артем, весна Я вышел из дома Была зима А увидел весну Кожаная куртка Норковая Щапка Все это Одел на себя Приехал в студию А тут Солнышко Птички поет И настроение поднимается Да, супер Какое твое Любимое время года? Зима У меня день рождения В январе Поэтому я люблю Когда где-то Может быть Минус пять И снежок идет Ну, ты сибирский парень Из Омска Глупо Было бы спрашивать Я, во всяком случае Люблю весну У меня день рождения Первого марта И я люблю Вот это вот Ощущение Заканчивания С чем-то Старым И вот эта вот Новизна Этот весенний Весенний Мартовский Когда видишь Снег еще лежит Но он уже начинает Таять И ты видишь Новая жизнь Пробивается Из земли Птички начинают Чирикать И перышки свои Чистить Вот Мартовский кот У нас Артем Мартовский кот Артем Шакин Это я Да Давай песню Потом Блиц Споем песню Потом Блиц И да Да Раз мы поздравили Наших замечательных женщин То песня будет Посвящена моей маме Мама Можно я к друзьям С ночевкой Всех родителей Легко отпускают И нотации Никогда не читают Мама Вроде Я ж пацан Четкий Почему ты мне Звонишь Среди ночи Просто я решил Зайти к подруге Ну вот опять Ты мне Связала руки Мама Взрослым быть хочу Очень Мама Снова ничего Не случилось Ну прости Не позвонил Снова Мама Переночевал У Вовы Слишком сильно Мы вчера Напились Все могло бы быть Тогда Той ночью Я случайно С ней тогда Повстречался Мама Но звонок Вдруг твой Как гром раздался И все планы Разорвал В клочья Завтра Просто не возьму Трубку Дня на три Я растворюсь Где-то А ты в полицию Зимой Раздетая И всех в морге Подняла Трупов Мам Прости меня Теперь взрослый И давно Тебя не навещаю Мама Очень сильно По тебе Скучаю Понимание Приходит После Понимание Приходит После Когда дети У детей Взрослые И теперь Они приходят Поздно Мам Прости меня Теперь Взрослый Понимание Приходит После Когда дети У детей Взрослые И теперь Они Приходят Поздно Мам Прости меня Я стал Взрослым Поздно Взрослым 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 У вас Прекрасный Талантливый Музыкант Человек Из музыкальной Семьи Я думаю Что вы им гордитесь И мы Вас Благодарим Дорогая Мама Валерия Взрослым 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 Гостем Который И является Судей Радио ФИРа А теперь Обещанный Блиц Валерия Блиц Опрос Я задаю тебе Несколько Ну где-то С десяток Вопросов Ты На них Отвечаешь Не раздумывая Быстро Сейчас Попью водички Подготовлюсь Попей водички Подготовься Готов? Заволновался Заволновался Задрыжал Дрогнет рука Молодого хирурга Цитируем Виктора Цоя Поехали Готов Итак Отвечаешь Быстро Ну можешь подумать В принципе Как Как На душе Хорошо Так Металлика Или Нирвана Металлика Чай Или кофе Чай Ну вот здесь кофе У меня на столе Пришел Кривлю душу И чуть-чуть Горы Или море Горы Горы Что-то интересное Любишь горы Чтобы не лежать Просто на солнце Чтобы что-то делать Ходить Что-то исследовать Новое Есть Спать Или есть Спать Спать появилось Раньше Собственно говоря Ты появился Через кровать Так что Все мы появились Через кровать Так что Здесь Все естественно Да Ехать или идти Ну сейчас ехать Сейчас я еду Не надоело Нормально Нормально То есть В будние дни ехать В выходные идти Вот так надо Балансировать Есть Курить или пить Пить Курить вредно Пить Ну пить В меру Хорошо Пить чистую воду Да Как мы сейчас делаем Чай и воду И кофе ДДТ или Алиса ДДТ конечно Нравится да Да Они приезжают Стать с концертом В Нью-Йорк В Нью-Йорк да Что-то я не знаю У меня по времени Что-то не складывается Пока я хотел бы Блондинки или брюнетки Все 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 Девушки бывают Разные Да Не зависит абсолютно От цвета волос Классика или рок Рок с симфоническим оркестром А я тогда спрошу по-другому Рэп или рок Рок все-таки Сейчас говорят Что рок умирает И рэп культура давит Да Все подтверждают Что все-таки рок умер Уже А не умирает Но Тем не менее Рок не знаю Я вырос Вырос как-то на роке В Америке тоже Рок это народное творчество Переходим к машинам Мерседес или БМВ Мерседес Мне больше нравится Отдыхать или работать На работе И иметь возможность отдохнуть Лучше веселиться Чем работать Да Лучше петь и петь Чем воевать Иметь такую работу На которой можно отдыхать Филадельфия Или Нью-Йорк Филадельфия Филадельфия Да А в выходные съездить В Нью-Йорк прогуляться Погулять Но вернуться в Филадельфию Напомню Что в гостях Радиофил ФМ Диалог вместе со мной С Артемом Шакиным Был замечательный Экстравагантный Талантливый Неглупый И симпатичный парень Спасибо Артем Валерий Желудев Он же Валерыч Я думаю Что песни его Пришлись вам по душе Увидеть Послушать Узнать о нем Можно На Где-то мы какие-то ссылки дадим Не какие-то А мы дадим прямые ссылки У меня есть Ютуб канал У меня есть Инстаграм Вот кстати Я смотрю сейчас Комментарии О которых я говорил Никто на мне позвонил В эфир Но есть Два комментария Алина Передает тебе Пламенный привет И говорит Вдоконку Моя замечательная Любимая жена А это жена Да Конечно Ну я делал вид Как будто бы я не знаю Алина Твоя супруга Написала Не очень Не очень позитивную информацию Несет Алина К нам в эфир Говорит о том Что сегодня Умер Этуш Знаешь Да Да Все смотрели Пожалуйста О том Что мы говорили с тобой Знаменитости Уходят Да Знаменитости уходят А новых появляется Очень мало Таких Которые бы могли Как бы Где-то молодая шпана Что сотрет Но они есть О них многие не знают И мы на радиофилл.фм Находим эти алмазы Находим эти самородки Которые Где-то там Колеся по Америке Едут и сочиняют песни А о них Как раз таки Мы начинаем транслировать И рассказывать Более Будем встречаться Первые И Не последние Из них Наш сегодняшний гость Это Валерыч Спасибо тебе большое За эфир Спасибо всем И Говоря о твоем Ютуб канале Вот здесь Ольга написала Что она Следит за твоими Маленькими рассказами Которые ты сам снимаешь Сам же потом пишешь Говорит Очень нравится Спасибо Слог твой Очень нравится Как ты Комментируешь Свои рассказы Спасибо Буду стараться Не всегда есть время Видимо надо Организовывать себя лучше Тайный воздыхатель Видео Спасибо Она передает тебе Пламенный привет И благодарит за то Что ты появился У нас в эфире Спасибо Оля Привет Ютуб канал Фейсбук Да Мы выложим Все это Валерычи Видео Которое было Снято на песню Друг мой Мы также Обязательно Поставим ссылку В виде Комментария Под этим Видео Заходите На ютуб Делайте Сабскрайб К Валерычу Непосредственно У меня очень мало Подписчиков Поэтому буду рад Каждому Собираем подписчиков И благодарим Всех кто был И смотрел И писал И ставил лайки Споем Напоследок Споем Мы не заканчиваем Без песни Не отпустим Напоследок Мы пели Мои песни Но теперь Так как Артем Спрашивал На чем я воспитывался Какую музыку я люблю Любимую песню Любимой группы Мы все таки Споем Напоследок Не знаю Надеюсь Там нас не забанят За авторские права Не забанят Мы же не ставим Оригинал Хотя фейсбук Друзья мои Да Может забанят Делает Пакости И фейсбук Во первых Сжимает звук Но мы думаем Что этот эфир Будет не с очень Сильно жарким звуком Фейсбук Останавливает Лайв трансляции Когда видят Что авторские права Вроде как Нарушаются На самом деле В Америке Русские Авторские права Сложно нарушить Но более качественное Видео С качественным звуком И без обрывания Вы увидите И услышите Скоро Вот как только Наш оператор Алексей Смонтирует Алексей Александров Прошу любить и жаловать Кому нужна Прекрасные видео Съемка Обращайтесь к Алексею Попиарим и тебя Снимет Отстроит Наладит Все это еще И выложит На всех Существующих Интернет платформах Поехали Агата Кристи Попробуем Мало кто знает Я на барабанах Имею играть Ляг, отдохни И послушай Устал Окончен бой Беру портвейн Иду домой Окончен бой Зачах огонь И не осталось ничего А мы живем А нам с тобою Повезло На зло Боль Это боль Как ее Ты не назови Это страх Там где страх Места нет Любви Я сказал Успокойся И рот Закрой Вот и все До свидания Черт с тобой Я на тебе Как на войне А на войне Как на тебе Но я устал Окончен бой Беру портвейн Иду домой Окончен бой Зачах огонь И не осталось ничего А мы живем А нам с тобою Повезло На зло Валерич Он же Валерич Желудев Студия Радио Финнфм Я благодарю тебя За это Что ты пришел Сегодня Порадовал Не только меня Своей долгозданной Встречей Встречей Которую я ждал Очень долго Порадовал Нашего зрителя Своего слушателя Валерич Желудев Прошу любителей Жаловать Думаю Что не последний раз Хай-фай Мы с вами не прощаемся Мы говорим вам До свидания До скорых встреч Следите Ставьте лайки Делайте перепосты Подписывайтесь И будьте на волне Будьте с нами Я скажу свою любимую фразу Stay tuned Увидимся Друзья Пока Спасибо Где там моя трансляция Что там Backstage Backstage Пошли Телефон Рули Да